Виталий, приветствую, Виталий. Виталий, наша школа Человек Будущего, Homo Futurus, тебя ждет, потому что они тебя все уважают, любят, знают о том, что ты великий человек, но ты извини, я так буду говорить, как и есть. Имеешь право говорить, как тебе удобно. Мы старые друзья, я очень рад тебя видеть, и здраво будьте, люди добрые, те, кто нас слушает. Так, я хотел вот что сказать. Сейчас я делаю книжку, она называется «От страха к свободе». И как раз-таки очень важно было бы там, чтобы мы с тобой поговорили, обсудим один вопрос, что человек вообще-то нуждается в целостности, но также и человечество нуждается в целостности. И вот развитие интернета там и так далее, и так далее, это те признаки, что как потребность главная человека быть в целостности, так и у человечества есть такая потребность. И поскольку мы, ты со своей стороны очень много делаешь в этом направлении, и мы делаем в этом направлении, как-то вот так синергетику новую получить во взаимодействии, чтобы получить новый качественный уровень формирования образа будущего, который нужен всем и каждому. Именно сегодня, когда все на планете, условно говоря, находятся в точке бифуркации. Как будет завтра наше будущее, как оно будет складываться, как будут согласованы духовные и материальные ценности, и роль нашей Родины, России, как интегратора этого согласования в самом лучшем положительном смысле, о котором генетически говорили еще религии, говорили Бердяевы. Небо политики и так далее. А если позволишь, Виталий, я тебе скажу, что у тебя же славянский Кремль. Да. А я-то родился на Кавказе. Да, у меня жена тоже на Кавказе родилась. Вот, что интересно, что интересно. Значит, при этом у меня жена же Татьяна была, русская. При этом в одной книжке моей там мой друг Виталий Агрес пошутил, что я родился на Кавказе, вот я, главный Кавказский хребет. Вот, причем самая точка между Западом и Востоком, да. Но он так пошутил, вот. И что я как раз родился в Дагестане, а в Дагестане многонациональная республика. Там одних коренных национальностей, как ты хорошо знаешь, очень много. И у нас было общение, независимо от того, какой человек национальности. То есть это прямо такой вот кузница, кузница отношений. Давно-давно. И там к этому как бы привыкли у нас многонациональная культура. И вся планета многонациональная культура. Так по существу получается, что мы занимаемся одним и тем же. И занимаюсь одним и тем же, но я занимаюсь изнутри. То есть я занимаюсь изучением работы мозга, как работают доминанты, как человек принимает решения, как работают нейронные сети головного мозга. А ты занимаешься своей областью. И вот как раз таки наша синергетика может быть в этом. Потому что у меня есть одна идея. Одна идея. Как психофизиолога. А ты путешественник, лингвист. Ты занимаешься историей вопроса, этнокультурами. Изучаешь их генетику. И идешь прямо к глубине вопроса. Как рождаются слова. Когда ты начинаешь... Вот это очень интересно. Если позволишь, значит, сначала книжки «От страха к свободе», которые я сейчас делаю. Если ты не возражаешь, мы с тобой там кусочек мести сделаем. Да с удовольствием сборь. Большая честь. И второе. Вот эту мысль, которую я хотел сказать с точки зрения как психофизиолог, что две половины мозга у нас, поэтому по существу появился и запад, и восток. Потому что законы природы едины. И в человеке они таким образом организованы, в его структуре. И поэтому и создался запад, и восток. И как говорил Киплинк, запад есть запад, восток есть восток, и им никогда не сойтись. А великий Достоевский сказал, а душа русского человека открыта всему миру. Вот же интересный момент, да? И поэтому мы как раз тобой можем создать как раз-таки наша школа «Человек будущего». И у тебя славянский кремль. Мы как раз-таки и можем раскрыть тайну образования, как сделать так, чтобы был мир на планете. То есть я сказал исходные данные, и в этом отношении у меня какая-то идея есть, о чем мы еще с тобой в следующий раз, если ты позволишь, поговорим. А сейчас я хотел спросить тебя, что ты думаешь по этому поводу? Конечно же я думаю по этому поводу. Думаю много, в разных масштабах. От частных небольших историй до масштабных проектов. О возможности новых проектов, синергетических, как ты правильно говоришь, с привлечением самого разного рода специалистов. А начну я вот с чего. Одна из мыслей по поводу происходящего вот какая. Значит, человек подвержен, может, умеет, при понимании, что это такое, пользоваться саморегуляцией. Планета сегодня нет сомнений в том, что она саморегулятивная система. И все ее бурь, ураганы, дожди или засухи, землетрясения или наводнения – это, в общем, саморегулирующиеся процессы. И я размышляю, думаю, а возможно ли саморегуляция в масштабах человечества? Может быть тоже все войны, конфликты, разные религии. Это системы проб, ошибок и поиска тех схем саморегуляции. Знаешь, вот по принципу водичка дырочку найдет. Но чем дальше, тем больше я в этом сомневаюсь. Понимаешь, если бы сохранилась какая-то врожденная у человечества возможность масштабной саморегуляции, наверное, бы это бы осуществлялось. Но люди делают все с точностью да наоборот. Вот сегодня, если ставить современной цивилизации диагноз и ставить его одним словом, то это расчеловечивание. И вот это пугает очень сильно. Потому что мы не только пользуемся данными нам от рождения возможности в плане социализации всеобщей, в плане неизменных общечеловеческих принципов. Ведь никто не говорит, что должны все верить или в Буду, или в Иисуса, или в Аллаха. Никто не говорит, что должны что-то одно есть, а другое не есть. Значит, какие-то политические и экономические системы выстраивать, а другие не допускать. А хотя бы на уровне общечеловеческих ценностей. Для человека что самое важное? Самое важное быть счастливым. А счастье невозможно при страданиях, боли, войнах, катаклизмах, отсутствии ресурсов жизненно необходимых и так далее. И поэтому, если бы каждый из государств, министерств, ведомств, научных дисциплин одномоментно это поняли, или поэтапно хотя бы, и главные принципы противостояния расчеловечивания и сохранению своей земли, потому что все борются там дом свой, значит, отремонтировать, двор, потом район, потом город, страну как-то поправить. А вот взять все лучшее, что выработано человечеством на этапе его эволюции, вывести неизменные принципы, которые отвечают человека от недочеловека, или, например, человека живого от человека неживого, как в русских народных сказках, которые начинаются словами «жил-был». Потому что наши предки понимали, можно жить, но не быть, а можно быть, но не жить. А вот жить и быть – это совершенно другое, более масштабное понимание. И чем бы люди ни занимались там, технологии самые современные, если она опережающая по отношению к шкале морально-нравственной ценности, она заведомо будет вредной и опасной, она будет направлена на разрушение. Поэтому, ну, словом, во всех сферах. Или, например, кто-то делает некачественные отравленные продукты, сами не пользуются, но он пользуется медикаментами. Фармацевты косячат там, а строители там и так далее. И все друг другу косячат, все друг друга обманывают, считая, что мой мелкий обман как бы не повредит в больших масштабах. Повредит – вот это та самая ложка дьется. И вот, знаешь, еще я был бы рад, если есть, а наверняка есть, спросить у тебя, а не думал ли ты о возможностях такой, знаешь, ментальной саморегуляции? Какие технологии? Я вот размышляю по этому поводу, думаю, может, нужно читать классические книги, слушать классическую музыку, пользоваться только лучшим, развить в себе те или иные направления творчества и созидания в музыке, в поэзии, в живописи, в танце, в чем угодно. То есть параметры человека, человека будущего, каковы они? Всем понятно, человек будущего, желательно, чтобы жил в достатке, не испытывал страданий, но это же минимум, это фундамент. Это испытывают любые животные, которые в гармонии живут с природой под каждым кустом и стол и дом, что называется. Человека совершенно другие потребности. А мир нам, ситуацию потребления вот эту по всему миру, да, перепроизводство, и одни, значит, там себя оперируют по поводу снятия с бедер излишков жира, а другие умирают с голоду. И все это одновременно на нашей планете происходит. У меня создается такое впечатление, образ, что люди сидят в большой ванне, в джакузи, и один по капле ароматизаторы туда добавляют, а другой сковородки от рыбы или портянки там, значит, стирают в этой ванне. Вот что беспокоит. И все время я в поиске, что называется, строчек, или таких, знаешь, вот этой шкалы, да, нравственных ценностей человека, при этом понимая, будучи экспертом по цивилизациям, насколько противоположны Восток и Запад и какие-нибудь каннибалы и монахи буддийские, да. Но, тем не менее, есть ли у них общие цели, общие ценности, общие правила, которые могли бы быть не только приемлемыми, а очень образцовыми для всех остальных? Оказывается, есть у каждого. И вот, например, даже если это совершенно дикие племена, не знающие стекла, пластика, железа, бумаги, тем более электричества и пороха, с удивлением воспрошают, узнав о конфликтах в других регионах, землях и цивилизациях. Говорят, а как может быть врагом человек, которого ты не знаешь лично? И это повергает тебя в такой духовный инсайд, понимаешь? Ну, это же очень логичный вопрос. А у нас может быть врагом и континент, и цивилизация, и религия какая-то другая. И так далее. Или тоже очень простые правила. Например, в племенах, кто идет в бой первым, ест последним, имеет меньше всего привилегий и имущество. Вождь. Вождь, да. Понятно в бой первым, понятно, ест последним, накормить нужно голодных. А меньше всего привилегий и имущество, ну, потому что он самый крутой. Он не нуждается в этих костылях. И чем меньше у него этих костылей разного рода, тем больше к нему уважения. Вот, понимаешь? И в высоко, как бы, высоко, может быть, духовных парадигмах созданных, религиозных, вот во главу угла ведь должны выноситься, собственно, они там прописаны, но они формальны у адептов этих религий. И не убей, и не укради, и не обмани. И никто себя не спросил, а начал ли я с этого, для того, чтобы там, не знаю, складывать особым образом ладони, или особым образом себя осенять справа или слева крестным знамением и так далее. Вот что должно? Мы должны все сильно-сильно настрадаться, и тогда будет хорошо. Нет, есть те, кто страдают бесконечно. И наоборот, чем выше техничней, казалось бы, да, экономичней цивилизация, тем больше там проблем подобного рода. То есть вот того самого расчеловечивания. А когда я, например, пытаюсь поставить для себя понятие, поставить диагноз всем нашим соотечественникам, то у меня он занимает два слова. И звучит так. Перелом души. Вот с этим переломом души 99,9% ходят. Богатый ли он, бедный ли он, население ли он живет в городе, много у него денег или мало, все равно с переломом души. Все равно какая-то внутренняя неудовлетворенность, тревога, беспокойство. Причем в большей степени это связано с людьми русскими. Я имею в виду нацию, а не национальность, конечно же. С людьми нашего Отечества. Вот когда я спрашиваю себя, почему, то вся мировая история, да, нашей территории показывает о том, принципиальном отличии русского человека, что у него такое, знаешь, географическое мышление, пространственное мироощущение. На кухне в какой-нибудь затклой землянке говорят о судьбах мира. И поэтому я абсолютно согласен с тобой и, конечно же, с примером, который ты привел, что все пророки, небополитики, в том числе экономисты, психологи и многие-многие говорят о том, что Россия действительно может стать таким авангардом, образцом, стандартом, шаблоном, что ли, я не знаю, вот того изводного мировоззрения, да, вот того, который отличает человека живого от человека неживого. И это понимание обнадеживает какую-то часть человечества, которое не находится в полном агонизме к нам и к нашей территории. Вот такие масштабные темы, масштабные вопросы. И, конечно же, они совпадают с тем, что ты сказал. И я без всяких сомнений знаю, что у нас с тобой вообще камертон, и мы все время сверяемся. Спасибо, Виталий. Я хотел сказать, что Восток, конечно, это мудрость большая, потому что там время сжатое прессом тысячелетия, а Запад это немножко современность, и поэтому это две свободы. Это как раз-таки свобода внутренняя, свобода внешняя. Когда в Америке там кто-то говорит, я летаю, он имеет в виду на самолете. Когда в Индии человек говорит, я летаю, он имеет в виду внутри себя. Это две свободы. И как раз-таки Россия может сбалансировать эти две свободы, потому что внешняя свобода, хочешь не хочешь, это прогресс, это, значит, скорость, это эффективность, это наука, это динамика. А внутренняя свобода – это вечность, вечность, это как раз-таки те духовные ценности, это сопереживание, порог боли, сочувствие, локоть товарища там. Но это те вещи, которые базовые такие вот. И как соединить вот эти вот внешние и внутренние свободы, и как вот эти материальные и духовные ценности синергировать, мне кажется, можно только через Россию. При этом Россия может быть такой международной площадкой, где можно сделать форум, куда приглашать, значит, выдающихся людей, актеров, режиссеров, писателей, художников, за которыми уже что-то стоит сделанное, за что их уважают, за что их знают у себя там в стране, в городе, в поселке. У меня такая мысль, чтобы их приглашать хотя бы раз в год, и чтобы наша страна готовила эту ситуацию, вот этот форум международный по решению глобальных проблем человека и человечества, чтобы она готовила, наша страна, как международные, ну, спортивные игры. Затраты такие понесла бы, чтобы доверие у человечества было на всей планете. Раз государство тратится на это, раз народ собирается на это, значит, действительно, они этого хотят, чтобы это были не пустые слова, и чтобы там какой-нибудь чиновник не взял и не эксплуатировал те фразы, о которых мы будем говорить в следующих, как мы договариваемся сейчас, встречах, потому что есть там у меня, исходя из того, как работает внутри мозг, как работают нейронные сети, как происходит взаимодействие двух половин мозга. Я примерно понимаю уже интуитивно, как можно организовать эту международную площадку, чтобы весь мир смотрел на это, как с таким же интересом, как на Олимпийские игры, и начинал видеть, что, да, действительно, человечество задумалось о том, как жить дальше. Потому что это будет как в таком научно-фантастическом рассказе, как мудрейшие собираются на планете и обсуждают, обсуждают, как создать образ завтрашнего дня. Ну, это, мне кажется, такая перспективная идея, и как раз-таки без тебя это невозможно. И поэтому я тебе говорю, Витах, давай об этом подумаем. Нам надо об этом еще немножко поговорить отдельно, потому что есть там несколько шагов, важнейших шагов. Это связано с тем, чтобы защитить Творца в человеке. Потому что мы говорим, что человек творится по своей природе. А он не творит, а творяет, да. Защитить Творца в человеке. Потому что, ну, поэтому сегодня, к сожалению, как говорится, мозги утекают за границу, там, где Творец больше защищен. Ну, я не политик, и поэтому об этом не хочу говорить. Я как психофизиолог, как врач, как философ рассуждаю. И поэтому защитить Творца в человеке. Вся твоя работа и вся твоя жизнь с этим связана. И поэтому вот, когда ты говоришь, что значит быть человеком, я так инстинктивно думаю, что, что значит быть человеком, до конца никто не знает. Но то, что надо быть человеком, это знает каждый. И в этом наша надежда. И наша надежда в том, что все мы, независимо от того, какой у нас рост, цвет волос, цвет кожи, цвет глаз и так далее, характер, мы все, по сути, устроены одинаково. Когда здоровы, гармоничны, когда мы не в стрессе. Мы все одинаковые, мы привлекательные, обаятельные, мы общительные, мы творческие, созидательные. А когда мы уставшие, перенапряженные, когда мы в стрессе, когда мы недовольные, мы все похожи друг на друга. Но есть момент неожиданный. Когда человек находится в гармонии с собой, он может находиться, как ты говоришь, и в гармонии с миром. Но как сделать так сегодня, чтобы каждый думал об этом? Потому что многие думают о пользовании, а некоторые думают о созидании. Ну, как это все согласовать? У меня есть в этом смысле идеи, и поэтому я тебя очень прошу, ты найди время. И мы еще раз вот так поговорим. Здесь очень много тем, о которых мы могли бы порассуждать в меру своей компетентности, опыта. Это не значит, что мы с тобой все на свете знаем, но поставить вопрос и высказать собственное мнение по поводу этих вопросов. Мы, конечно же, с тобой можем. Слушай, мы... Виталий, конечно, мы не все знаем. Другое дело, что и у тебя, и у меня есть... И у тебя, и у меня, и у многих людей на свете есть эта страсть к познанию, к пониманию себя и устройству мира. Есть эта связь понять и воплотить. Воплотить плоть, воплотить. То есть осознать, то есть вот эти бессознательные генетические механизмы, опыт поколений, каким-то образом перевести в рациональный, на рациональный уровень и воплотить. Ну, это по существу, это поиск обратной связи человека с человечеством. Сейчас эта обратная связь уподняется. Вот я упомянул интернет. Раньше таких условий никогда не было. Сейчас скорости же ускоряются. И вот появление искусственного интеллекта не зря появилось. Потому что человек начнет сейчас задумываться, а чем он отличается от искусственного интеллекта, который многократно превышает его по скоростям каких-то вычислений, чтобы роботы нас не заменили. Чем же человек отличается? Это по существу он задаёт себе вопрос своему самосознанию. Он пытается понять, кто он. Чтобы понять, какое исключительное место во Вселенной он занимает, что робот его никогда не заменит. Это по существу развитие самосознания. Это ведь появление искусственного интеллекта по существу. Это стимуляция саморазвития человека. Это делается природой естественным образом для его эволюционирования. Человек эволюционирует. И сейчас наступает момент, когда действительно потребительское и созидательское. служить и создавать художник свободный и чиновник, допустим. Жить по законам гармонии и здравого смысла или жить по законам, которые придумает человек в угоду каким-то таким личным интересам. Но вот об этом мы могли бы потом поговорить. Я тебя очень прошу, ты мне сейчас можешь наметить примерно? Когда мы в следующий раз можем ещё поговорить? Да, но мы с тобой это сделаем вне эфира. Вне эфира? Обязательно, потому что я тебе вне эфира скажу ещё кое-что. Сегодня мы главное сделали. Мы давно не виделись, но мы дружим всю жизнь. Я хорошо помню, как мы с тобой ехали в электричке. После твоей школы выживания, ты меня туда пригласил. Мы с тобой ехали в электричке. Это в метро. В метро ехали, и ты мне говорил, что с бабушкой разговаривал. И я говорю, ну о чём вы говорили? Ты сказал, что я хочу быть путешественником. И вот прошли годы, на самом деле, ты стал великим путешественником. Меня всегда поражает и радует, когда ты рассказываешь о том, что люди везде одинаковые по существу. Просто формы разные. Обычаи разные, традиции разные. Но на самом деле люди любят быть человеками. Просто им не дают. Им не дают. Вот эти стрессы, эти манипуляции, это неправильная организация, может быть, здорового образа жизни, когда людей заставляют под какую-то форму, не давая им самореализации. Ну, это вопросы мы обсудим. Я тогда тебя жду, если мы обсудим это отдельно. Да, да. Перечень тем для себя обозначим, графики какие-то простроим, да. И с удовольствием будем общаться на эти темы. Тем более, если кому-то интересно, хотелось бы обратную связь получить. Уважаемые, интересные вам такие встречи. Доверяете вы персонажам, которых видят обои? И о чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили, в первую очередь, по вашему мнению? Вот мы будем рады такой обратной связи. Слушай, наша школа Человек Будущего называется Homo Futurus. Обязательно, обязательно дадут тебе обратную связь. Они скажут о том, как они восприняли. Знаешь, как это интересно? Потому что... Потому что как раз-таки мы задумываемся над тем, каким он будет Человек Будущего через тысячи или сотни тысяч лет. Независимо от того, какие будут космические корабли, не о технике речь идет, а о том, какой он будет по существу. Я, например, инстинктивно думаю, что он будет такой же, как и мы, Человек Будущего. Но будет более адаптивен, более созидателен и сможет использовать самую высшую из энергии, о которой раньше никогда никто не задумывался. Потому что она так близка нам, лицом к лицу, как говорил Усень, лица не увидать. Использовать эту самую высшую из энергии, это энергию стресса в собственных интересах. И вот каждый век, каждый век, он осваивает какую-то форму энергии. От механической энергии, до атомной энергии, до ядерной энергии. А сейчас наступает эпоха освоения энергии стресса. Да, у нас есть технология даже, как переводить, как перезагрузку мозга делать, чтобы человек мог не только снимать стресс, как вот в йоге, медитации, там и в других методах, которые исторические, на плечах которых мы стоим. А еще есть новые технологии, сегодняшние, современные, чтобы не просто снимать стресс и быть стрессустойчивым, а использовать энергию стресса, чтобы превращать какие-то трагедии в новые достижения, как стресс-трамплин. Вот это будет удивительно. Это очень важная тема, очень интересная, важная, актуальная, своевременная, в связи с переломом души и стрессовым состоянием, в котором находится большинство людей по разным причинам. Оказывается, это наше топливо, оказывается, это наш ресурс, оказывается, это наши активы, если мы будем понимать, как этим пользоваться во благо и себе, и близким, и всему человечеству. Да, спасибо, Виталий. Давай, Марик, я тебя хочу попросить, ты выставляй на всех своих этих самых... Да, да. Ты мне запись не пьешь, и я выставлю на всех своих, как он. Обнимаю. Еще раз дома привет всем. Как интересно было бы нам, всем участникам школы Человек-Большего, увидеть эти твои, там, за тобой, то, что ты привез из мира, разные маски. Ну, у тебя там много чего интересного. Ну, мы потом, они обратятся к тебе с вопросами, и ты им потом... Да. Ты им потом поставишь. Всем привет, спасибо. Спасибо. Обнимаю, Виталий, обнимаю. До связи. До встречи. До встречи. Спасибо. Спасибо.